Всем привет, это киберспорт для чайников и я Таня. Интересное дело, релиз в ноябре, а там что призовой фонд первого турнира составит миллион долларов, мы знаем много месяцев. Конечно же речь идет об артефакт, карточной игре, которую с нетерпением ждут не только любители жанра, но и все дотеры. Еще во время презентации, что проходила в штаб-квартире Valve, артефакты крестили клоном Херстоуна. Теперь многие тестеры называют ее уникальной, неординарной и главное сложной. Пока понятно только одно, перед нами новая дисциплина. Игра проходит поочередно на трех досках, которые здесь логично зовут лайнами. В распоряжении игрока собранная колода, предметы и способности персонажей. Все это само собой соответствует лору вселенной. Известно, что к моменту запуска в артефакт будет 280 карт и 44 героя, трех из которых пока нет в Дота 2. А еще здесь нужно разрушать башни и трон, следить за маной и здоровьем, бить крипов, зарабатывать золото и покупать предметы. Очень сильное ощущение дежавю. Бета-тестирование начнется в октябре. Код на установку игры уже получили все приглашенные участники последнего интернешнл и посетителей Pax West. Точно известно, что это не фри-то-плей, но сколько будет стоить игра и карточки мы можем только гадать. Старина Гейб рассказал сообществу, что карточки можно будет покупать на торговой площадке, а значит процесс сбора колоды максимально приблизится к понятию коллекционирования. То есть не просто купить, а поднапрячься в охоте за самыми выгодными предложениями. Очевидно, с таким подходом дела у Steam пойдут в гору. Захватит ли артефакт у мы всех фанатов Доты и Харстоуна узнаем совсем скоро. Ну а на этом у нас все. С вами был Киберспорт для Чайников и я Таня. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Удачи на боевой арене. Пока!